Хочешь первым получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все. Вуаля. Ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, я пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, Укрпочта меня порадовала. Сегодня мне прибыло три посылочки с нового аукциона. Здесь я покупал телефоны. Есть доноры, есть недорогие. Короче, давайте смотреть. Я, если говоря честно, не помню где что. Так, в этой коробке реквизиты с той стороны. Я чуть-чуть прорезал. Давайте вот так открывать и смотреть, что я получил. Так. Здесь у меня алькотель. Не понял. А! Все, понял. Это я покупал. Ребят, смотрите. Короче говоря, у меня человек купил телефон, а мне надо было заказать ему зарядное устройство. Но он не отвечал, поэтому мне пришлось купить в двух местах. Ну и вот, смотрите, это копия, но в хорошем качестве. Смотрите, купил и забыл. Вот, теперь у меня будет алькотельское зарядное устройство. Потихонечку собираю, так как приходят с разными разъемами. Не всегда удобно заряжать лабораторником. Ну вот, купил, все вспомнил. Думаю, неужели кинули? Прислали без телефона одно зарядное устройство. Старею, ребят, старею. Ничего об этом не поделаешь. Так, давайте смотреть, что здесь за посылочка пришла. Так, вроде ее прорезал, но... Что-то она не... А, Семен, говорит, Семенович. А-а-а, что у вас с головой? Пистолет. Так, у Игоря. Так, что я получил? Так, это я купил. Один мужик продавал свою Нокию. Не знаю, смотрите, в каком состоянии. Но он ее вот тут, наверное... Ребята, ну зачем вы так убиваете хорошие телефоны? Ну вот вопрос, задайте мне, зачем шкуркой? Чем он его шкурил? Зачем? Вот слово. Вау, аккумуляторная батарея даже есть. Отлично. Да, выстреливает. Так, сделано для Нокии. Но, Госкомсвязь России. Это самый первый телефон, ребят. Сейчас мы проверим. Знаете, что он написал? Что у него он не видит водофоновские карты. Я подумал, ну если он не видит водофоновские, как и у меня, значит, это проблема... Ой. Ой. Ой-ой-ой. Какие он карты не видит? Киевстаровские или водофоновские? Короче, давайте проверять. Что-то я... Сейчас глянем. По-моему, Киевстаровские он сказал. А водофоновские он не додумался проверить. Сейчас проверим. Вот эти вот старые модели, ребят, не знаю почему. Не хотят видеть вот Киевстар. Кто писал из ребят мне, что меняют волны, что он какие-то волны видит, какие-то не видит. Привет, привет. Хорошо, хоть не привет, солнышко, или не привет, мой лучший друг. Вот, Киевстар. Видите, он вроде появляется, но сеть может пропадать. Так, лава работает. И, кстати, он с русским языком, и это оригинал. 97-85. Сейчас мы с вами, знаете, что сделаем? Мы сейчас с вами позвоним. Так. Чего я? Аккумулятор тронул, и он отрубился. Не понял юмора. Не понял Игорь юмора. Ладно. Закроем крышку. Тут вообще эти аккумуляторы не предназначены. Тут предназначены какие-то толстые аккумуляторы. Ничего не понял. Телефон не быкуй. Так, скорее всего, аккумулятор тут дохлый. Вот вчерашний аккумулятор немецкий. Должен все работать чики-пыки. Чики-пыки, ай-лю-лю. А я летчика люблю. Так, и этот не хочет. Ну, тут все, скорее всего, в окислении вот этих клемм. Долбаных. Или телефон вздох. Вот это весело, конечно, будет. Сейчас мы сделаем по-ювейски. Вот так я всегда делаю. Да, это не достают клеммы на аккумуляторе. Вот надо поймать положение. Не знаю почему. Вот застрелите меня, не знаю. Тонкие, а с тонкими аккумуляторами вот так он пляшет. Получается, у меня приходится час, танцы с бубнами, чтобы вставить вот этот аккумулятор. Хотя аккумулятор нормальный. И вот тут вроде пространства все хватает. Что вот ему надо, скажите, ребят. Я не знаю, или клемма какая-то поджимается раком-боком. Обычно я делал так. Хоп-хоп. А потом включал. Так, ладно. Давайте его ставим на закуску. Так, и третья посылка. Это, по идее, если мне не изменяет моя память, девичья, тут у нас должен быть донор. У одного чувака заказывал. Заказывал ради крышки. Ну, не знаю. Если он мне сейчас прислал фуфель, то я буду сильно матюкаться в камеру. Про себя. Хе-хе. Не фух. Потому что меня смотрят несовершеннолетние. Выражаться нельзя в камеру. Не будем. Нет, ребята. Ха. Вот что здесь есть. Ребят, в мою... Мое детство всегда была мечта иметь вот такой вот грузовичок. У меня он был, но у меня его украли. И на том аукционе, где я торгую, вы сейчас поражете, конечно, но не знаю. Знаете, я осуществил свою детскую мечту. На том аукционе, где я покупаю телефон, и я увидел вот такой вот грузовичок. Он недорого стоил. 50 гривен. 28, по-моему, доставка. Короче, вот этот грузовичок мне обошелся. Он не новый. Он чуть-чуть бушный. Но смотрите состояние. Это машинка, от которой, я помню, у меня ее забирали. Я ее прятал. У меня ее забирали. В один прекрасный момент у меня ее украли. Конечно, разочарование ребенка, это было все. Их в свое время нельзя было купить, поэтому мне просто ее не купили. И вот сейчас, сколько лет прошло, появились вот эти аукционы, продают много интересных игрушек. И за копейки. Ну вот купил. Я почему-то думал, что это телефон, там должен был один прийти. У меня еще 6 посылок лежит. Видео одно за одним будут выходить. Если честно знал, что это грузовичок, я подснял бы отдельно. Ну что, прикольная? Я думаю, прикольная машинка. Молодежь, конечно, меня не поймет, которым 10, 12, 13 лет. Скажите, я вообще с дуба рухнул. Но это мечта детства. Я ее осуществил, купил. У меня еще один лот. Есть три таких машины. Есть с будкой. Есть зоопарк. Еще какая-то. Ну, как говорится, чуть-чуть сейчас деньги появились. Можно, как говорится, и осуществить свои замыслы, которые были. Вот эти вот колеса, они снимались. Они были мягкой резиной. Сейчас уже сколько лет она затвердела, чувствую. Я помню, мы разбирали вот эти колеса, типа мы ремонтировали. Ладно. Машинка бомба. Сделаю потом, когда насобираю, сделаю чуть-чуть маленький обзор. Так, давайте вернемся к нашей гребаной Nokia. Честно говоря, я бы ее рубанул бы так, чтобы у нее голова отлетела. Вот безобразие какое-то. На 3510 включается за 3 секунды. Почему здесь вот такая петрушка получается? Ну, смотрите, вот я вставляю, хап, и он пошел. Как его вставить? Вот он чуть наклоняется, что где отклоняется, какой где контакт. Я же хотел его погонять, потестировать. Так, ребят, не знаю, какими правдами я его включил. Я за кадром минут 7 мучился, чтобы включить, поймать положение. Это, конечно, цирк. Давайте будем проверять, смотреть, не знаю, может он опять вырубится. Давайте, наверное, я одену заднюю крышку. Если кто знает, почему может быть такая причина, напишите мне. Ну, клавиши нажимаются все, отлично. Далее. Сообщения приняты. СМС я принимаю на русском языке. Видите, у меня осталось это. Отлично. Приняты и Киевстар. Будьте на звязку. Отлично, все приходит. Теперь. Давайте теперь позвоним. Ну, как мы видим, все звонит. Знаете, что обычно я делаю с такими телефонами? Я их отключаю, сбрасываю на заводские. Он один раз отключился, но мне это не понравилось. Значит, что я хочу еще посмотреть? Я хочу сейчас взять карточку Киевстар, просто ее убрать. У меня есть карточки МТС. Короче, Водофона. Сейчас я воткну карту Водофона, и мы попробуем, потренируемся, поэкспериментируем на ней. Так, ну что, нашел я Маша Растеряша свой пакет с картами. У меня мечта идет иметь свою огромную комнату под замком, чтобы сюда даже никто не заходил и не трогал мои вещи. Потому что стол один на двоих. Все же думают, что я богатый. Да. Через закрома перепирает богатство. Ну вот, смотрите, вставил карточку Водофон. Сейчас посмотрим, что она запоет. Она Киевстар, я так думаю, может она от UMC, поэтому может попробовать ее разблокировать. Ну это так. Ну вот, смотрите, Водофон вроде держится. Давайте попробуем на него позвонить, если отрубится. Ну вроде не вырубается. Видите, да, это проблемы с Киевстаром. У меня тоже было телефон на Киевстар раз, потом раз отрубился. Опа! Не, ребят, это не Киевстар. Это скорее всего какие-то глюки самим телефоном. На сейчас попробую сделать на заводский сброс. Ну вот именно он, видите, вырубается, когда так, звонки, сигналы, варианты. Давайте их несколько раз сделаем. Может быть и такое, старые телефоны. Там бог его знает. Может кумба кует. Видите? И вырубается. Значит, ребят, кто знает, напишите, какие проблемы могут быть у него, с чем это может быть связано. Очень, конечно, обидно. Ой, обидно, но не смертельно. Видите, не хочет включаться. Скорее всего, может быть одно. Или у нас что-то проблема с питанием. Может быть, клемма надо почистить. Бог его знает. Я не могу ничего говорить, но это, знаете, на данном каком-то анекдоте. Ты, говорит, колеса протирал, протирал, То есть, стекла протирал, протирал, колеса накачивал, накачивал. Говорит, ну, тогда, говорит, не знаю. Поэтому, так и Игорь. Может, говорит, клеммы поменять, может, короче, надо вскрыть его, посмотреть, не попадала ли туда влага, а тогда уже делать какие-то выводы. Ну, вроде так, видно, что вроде ничего не окислено, все на месте. Короче, я его разберу, почищу, почищу контактную группу, вот эта, которая включает. И посмотрим с вами. Леонид, сейчас включается отлично. Я же говорю, какие-то у него шипзики, проблемы. Это привет не ушло, это убирается в меню. Сейчас давайте его погоняю по меню, может, через меню отключится. Варианты установка звонков, варианты телефона, язык русский, приветствие, варианты стереть, выбрать, сейчас проверим, выключим, включим, уберется, может, приветственные руки вылезут. Давайте смотреть. Ну, да, видите, вместо приветствия, я не люблю эти приветствия. Постарел, поумнел, знаете, называется. сообщение, диалог, звонки, принятые, набранные, сигналы, громкость, пятерка, вибрация, стереть, не стандарт, громкость, клавиатуры, три, включить, включить, заставка, включить. Так. Ну, вроде работает. все отлично. Так, ладно, будем надеяться, что вроде, что это будет быковать аккумулятор, потому что я знаю одно, что когда быковал аккумулятор, иногда вырубался телефон, надо почистить клеммы на, вот там, где он соприкасается, это стопудово, он мог быть окислиться просто, потому что так бы он вырубался через каждые три секунды. Видите, а так, иногда идет напряжение, это уже проверка, это мне ребята рассказывали. Короче, проверю. Так, и давайте посмотрим, вот его и мой, 97,85, ну, не знаю, может дядька накалякал на нем дофига, 92, 7, 0, 26, 89, решетка, 97,85, 04, 2001 год, фу, аж боюсь, как вы думаете, сколько тысяченка будет? 343 часа, фу, я думал по тысячу будет, нормально. так, давайте смотрим, лайфтайм, этот, и мой код, 97,85, все в ажуре. Ну, все, ребята, сегодня у нас вот такие были посылки, это мобильный телефон из прошлого, 2001, Nokia 3310, оригинальное зарядное устройство для телефона, Alcatel, по-моему, и мой грузовичок, который все время хотел. Все, ребятки, ставим пальчики вверх, посылок скопилось очень много, так что видео будут выходить регулярно, от вас что, палец вверх, комментарий, все, ребятки, всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok